Всем привет, друзья! Перед началом обзора хочу попросить подпишитесь на мой телеграм-канал, на ВК-видео и на Рутюб. На Рутюб я только сейчас начал выкладывать буквально пару видео. Это новый канал, поэтому сейчас ваша поддержка будет очень актуальна. Потому что YouTube блокирует, тормозят, непонятно какая у него будет дальше судьба. А на этих площадках трех вы всегда сможете посмотреть обзоры. На Рутюб я потихоньку буду заливать и предыдущие видео, там тоже все это будет. Но нужно это время, у меня больше 700 видео на канале, поэтому это чуть-чуть время затратно. А все актуальное, ВК-видео и телеграм-канал, там уже много есть что посмотреть. Так что давайте продолжать обзор. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о коляске от компании Тутис. Моделька называется Vivo 5+. И на вопрос, если бы меня спросили, допустим, в рамках только бренда Тутис, какую бы модель я выбрал для своего ребенка, я определенно выбрал бы именно Vivo 5+, по ряду причин, о которых я в обзоре, естественно, расскажу. Вот, на мой взгляд, очень интересный вариант, максимально универсальный для моих лично требований. То, что вот я представляю себе в коляске, здесь, в принципе, все это на 95% реализовано. Не на 100, к сожалению. Но из бренда Тутис выбирал бы ее я, именно эту модель. Давайте в двух словах технические характеристики. Два в одном комплектацию рассматриваем. И цвет Warm Grey называется, который вот сейчас перед вами, чтобы вы не путали. Литовский бренд, это Литва. Гарантию производитель дает один год. Что мне нравится в Тутисах, кстати. Они, при том, что они полноразмерные, хорошие, большие коляски, они легкие. Вот вы видите, да, такой крупняш стоит, такой хороший вседорожник. А с люлькой весит всего 11,7 килограмм. А в варианте Эко 12 килограмм. Это с Эко кожи. Вот, вес с сидением 12, с Эко 12,1. То есть, 12 килограмм 100 грамм. Наклон с сидения прогулочного 110-170. Прекрасный диапазон до 22 килограмм выдерживает ребеночка. Это 4-5 лет. 62 сантиметра у нее колесная база. То есть, в любой лифт вы идете, потому что госстандарт этих лифтов старых 63 сантиметра. И 77 на 32 у нас размер люльки. Люлька крупная, хорошая, большая. Давайте, собственно, с нее и начнем изучение. Вот такая вот она, такой интересной формы. Снизу, да, на расцветочке здесь все у нас в Эко-коже. И что очень мне нравится, нижняя часть в Эко-коже, багажник в Эко-коже. Зимой особенно, там, весна, осень, всегда грязь летит. Все снизу в Эко-коже. Все можно легко протереть. Практично. Вот ткань, друзья, очень приятная, гладенькая, нежная ткань. Вот ткань я здесь бы отнес даже уже близко к премиум сегменту. Ткань действительно мое почтение. Очень хорошие материалы. В козырьке у нас здесь есть дополнительная секция, чтобы можно было все проветрить. Естественно, вдруг ребенок летний. Очень будет актуально. Но если он зимний и захочется закрыть получше, у Тутисов есть вот эта опция, фишечка, которая мне очень нравится. Окошко и дополнительный бортик. Я не сторонник укутывать ребенка со всех сторон, чтобы ему там нигде не поддувало. Я считаю, что на улице он должен ветерочек дуть. Вся эта среда, он должен это чувствовать. Ребенок хорошо на свежем воздухе спит. А закупоривать его там я, к сожалению, не очень люблю. Если вдруг плохая погода, метель, дождь, накинули дождевичок. На дождевичках всегда куча отверстий. Воздух у него, естественно, там прекрасно есть. И ему вообще ниоткуда дуть не будет. А вот такой полумерок, как по мне, вот это. Но большинство людей это очень любит. В принципе, здорово, что она есть. Лучше, когда есть, чем нет. Лучше иногда воспользоваться, чем нечем воспользоваться. Вот. Доступ к ребеночку у нас осуществляется с помощью двух замочков. Я считаю, что лучше с двух сторон открыть. И вот так откидывать. И у нас получается очень прикольный доступ к ребеночку. Что хочу заметить. Мне нравится матрасик в этой модельке. Очень приятный с эффектом памяти. Вот матрасик прям топовый. Я не знаю, как описать эти чувства. Но я на таком бы спал с удовольствием. Очень крутой матрасик. Также в люльке у нас есть. Видите, вот эта вот белая клеточка пластиковая. Это у нас возможность приподнять ребеночка. Если хотите, такое полусидячее положение для малыша организовать. Люлька, друзья, термокод. Это фирменная технология компании Туттис. Обеспечивающая, как они заявляют. Зимой лучше держать тепло, летом лучше прохладу. Короче, такая вот климатическая система для ребеночка. Вот. Так что вот к люльке у меня ноль вопросов. Внутри в люльке. Классные, приятные материалы. Прям вот офигенная люлька. Давайте теперь ее снимем. Посмотрим, как это происходит. Кнопочки с памятью, друзья. Я вот нажал, она там зафиксировалась. Зафиксировали. Все, сняли. Что я очень не одобриваю. Это то, что у нас ВК-кожа дно. И на ней нет никаких ножек. Да, вы можете каким-то образом чуть-чуть покачать ребенка. Но, друзья, чаще всего вы не качаете в ней на полу. Ставите на пол. Вы можете это делать на улице, где угодно. Поэтому, тутис, если вы это смотрите, поставьте сюда пару ножичек, чтобы можно было ставить на землю. И не переживать, что вы ее там попортите каким-то образом. Не знаю, мелочь, но вот мне это раздражает. Почему этого нет? Так, ставим прогулочный блок. Блок, друзья, реверсивный. Само собой, и по ходу ставим, и против хода. Я же поставлю по ходу, чтобы вам было нагляднее видно, что за блок у нас такой. Вот такая идет накидочка на ножки. Она, друзья, толстенькая, утепленная. Естественно, непродуваемая. Поэтому, почему бы и нет. Стильненькая, хорошая накидка на ножки. Одели и ребенок как в танке. Не дует ниоткуда. Хорошо. Что касается козырька в прогулочном блоке. Друзья, у них козырек больше, чем он нужен. Он просто каких-то нереальных размеров. Он полностью закрывает длину весь прогулочный блок. Ну, жесть, конечно, козырьки у них прям лютейшие. Ну, если мы, например, закроем одну секцию, вот такую вот сетку, да. Здесь две секции открываются дополнительно. То получим вот чуть дальше, чем бампер. Вполне себе вменяемо. Соответственно, давайте взглянем на сам блок. Блок, друзья, мне здесь очень нравится. Потому что он высокий. Спинка высокая. 110 градусов. Почти капитанская посадка. Очень одобряю. Матрасик в комплекте идет. Магнитный замочек. Ну, кайф же. Вот. Перемычка, которая за бампер крепится. Сам бампер, который откидывается, как калиточка. И можно вниз убрать, чтобы удобный был доступ для посадки ребенка. Подножка, друзья, здесь в эко-коже. Соответственно, ее легко протереть. Но, опять же, почему 95% она подходит под мои задачи? Это вот один из недостатков, который я считаю, что это недостаток. Здесь, я считаю, должен быть прорезиненный материал или пластик. Что-то такое. Ну, не как-не как кожу. Да, я ее протру, но я ее так же легко и поцарапаю. Мы детям все-таки иногда покупаем такие ботиночки с такой злой подошвой. Там спортмастер, там есть с такими шипами даже обувь, чтобы не скользила зимой ребенку. По гололеду он не падал. И это все можно поцарапать, порвать. Я лично вот в этот момент считаю недочетом. Но с этим можно прекрасно на самом деле жить. Но все-таки вот мое вам мнение. Так, что касается прогулки. Разобрали. Классика, хороший большой прогулочный блок. До школы в нем возите, проблем не будет. Так, что касается ручки. Давайте в двух словах быстренько. Она у нас регулируется в очень широком диапазоне. Здесь получается, что любой родитель для себя подберет высоту. Она не телескопическая, но толстая. Хват такой мощный, эко-кожа тут натянута. Такая кондовая, деревянная эко-кожа. Хотелось бы ее чуть помягче, но в таком случае она была бы не такой крепкой. А это износостойкая, живучая, на троих детей, я думаю, хватит вам. В комплекте у нас идет вот такая сумка-рюкзак. Давайте вообще почитаем, что в комплекте идет. Подстаканник идет. Ну, рюкзачок, матрасик, москитка, дождевик. В принципе, все, что нужно для жизни. Все есть. Так, давайте теперь, друзья, посмотрим на основание и на багажник. Собственно, что касается основания, друзья. Это вот то, за что я очень люблю эту колясочку. Это ее система амортизации. Очень хорошая амортизация у нас спереди. Но она поплотнее, конечно, чем сзади. Возможность блокировки колес, чтобы они не поворачивали. И вишенка на торте, друзья, это четыре амортизатора сзади с возможностью регулировки их по жесткости. И тем самым, когда совсем убитая дорога, вы можете ее расслабить. Когда хорошая гладкая дорога, чтобы она не была такой весь, вся разболтана, по ощущению, слишком мягкой. Можно подтянуть и сделать рулежку такой более плотнее. Соответственно, вот это, это вот номер один, из-за чего бы я выбрал эту колясочку. Это основной момент. А остальное, в принципе, как я и озвучил, здесь все хорошо. Но вот амортизацию здесь я очень люблю. И то, что ее можно мягче сделать и жестче сделать. Вот это очень крутой момент. Тормоз, друзья, сверху нажимаем на тормоз. Подошвы ставим и подошвы снимаем с тормоза. Очень легко снимаются колеса. Все одним щелчком происходит. И тот самый закрытый багажник. Он у нас в эко-коже. Достаточно крупный багажник. И что я говорил, слякоть, грязь. Вы туда что-то положили, закрыли. Все это в эко-коже. И оно все будет очень чистым. Даже если продукты можно положить после магазинчика. Соответственно, все будет чистенькое, сухенькое. Поэтому вот очень практичный и удобный багажник. Единственное, в случае, если вы его будете закрывать, что-то крупное, габаритное, вы не положите туда. Придется его оставлять открытым. Тогда можно сверху накидать. Но потеряйте опцию закрывания. Собственно, вот ее ходовая часть шасси, это вот ее изюминка этой коляски. Мне очень нравится это шасси. Ну а сейчас, друзья, давайте взглянем, как ее можно сложить. Посмотрим, что она из себя представляет в сложенном виде. И попробую это сделать сейчас с прогулочным блоком. Чтобы ее сложить, нам нужно несколько манипуляций. Здесь отъезжаем назад, чтобы колеса уехали, развернулись в ту сторону. Потому что при сложении они в противном случае будут упираться в багажник. Две кнопочки. Отжимаем. Все. Так вот. И поджимаем, собственно. Вот так вот. И что мы имеем, друзья? В случае, если мы оставляем прогулочный блок по ходу движения, соответственно, мы получаем возможность складывать ее вместе с прогулочным блоком и более-менее вменяемый компактный размер. Если я сейчас разверну, блок будет торчать сюда. Это просто нелогично так делать. Слишком будет большой. Поэтому, как по мне, для такой крупной колясочки это очень хорошая опция. Я имею в виду опция складывания ее вместе с прогулочным блоком. Это очень круто и удобно. Вот, собственно, и все, друзья. Все фишечки, которые мне нравятся. Я вам назвал то, что мне не нравится. Я тоже назвал. Но, как по мне, 95% она почти идеальная получилась. Вот, под мои личные задачи дизайн. Я не в восторге, если честно, от такого дизайна. Я больше люблю такие угловатые формы. Но если забить на все, про дизайн, это все дело вкуса. Тут каждый для себя решает сам. Я смотрю больше с технической точки зрения и с практичной. В этом отношении колясочка огонь. Мне очень нравится. И во всех отношениях нам подходит почти во всех. Ну, а, собственно, вопросы остались, друзья. Пишите в комментарии, на все отвечу. А вы подпишитесь на ВК-видео, на Телеграм-канал. Потому что YouTube банят, морозят, что-то с ним происходит. Может, даже скоро закроется. Поэтому на этих площадках вы сможете меня посмотреть. Ну, а всем удачи. Всем пока.